Далёкие города и заповедные уголки мира в авторской программе Дмитрия Крылова Доброе утро! Сегодня мы продолжаем знакомство с Сингапуром, самым чистым и зелёным городом на свете. Восхищаться этим городом-государством можно бесконечно. Просто удивительно, как прагматизм и романтичность могут гармонично дополнять друг друга и делать жизнь красивой и удобной. Красивой и удобной даже в тюрьме. В сингапурском ИТР заключённые работают по 8 часов в день. Месячные зарплаты 100 долларов, так что к концу срока у каждого есть приличные суммы, чтобы начать новую честную жизнь. Как правило, заключённые – это нелегалы, приехавшие из сингапурский рай. После трудового дня они отдыхают. Кто-то сидит у телевизора, кто-то идёт в сад, кто-то в библиотеку, кто-то отрывается на игровых автоматах, а кто-то идёт на курсы для получения высшего образования. По окончании срока сингапурская тюрьма обязана трудоустроить своих питомцев. Работы хватает всем, например, в порту. Сингапурский порт – самый крупный в мире. Здесь постоянно находятся не менее 800 судов. Каждые 7 минут в гавань входит или выходит какое-нибудь судно. 150 миллионов контейнеров в год. Каждую секунду здесь грузится или выгружается 10 тонн груза. Каждую секунду, представляете? И продолжается это безостановочно круглый год. Это просто какая-то фантастика. А напротив порта находится знаменитый остров Синтоза, на который туристы попадают по канатной дороге. Синтоза – это гигантский парк развлечений. Здесь и музей бабочек, и ферма кораллов, и музей с восковыми фигурами, посвящённые истории освоения Сингапура. А лев с рыбьим хвостом, который мы обозвали креветкой, это символ Сингапура. Внутри этого гигантского сооружения – музей пиратов, поскольку в давние времена в этих местах свирепствовали пираты. А это их сокровища. Из пасти льва, куда туристы поднимаются лифтом, открывается панорама на город. Но главная изюминка Синтоза – это гигантский туннель-аквариум. Посетители стоят на движущейся ленте, проплывая через фантастический мир. В этом подводном городе со своими перекрёстками и развязками такое огромное количество рыб, что поражаешься. И как они только не таранят друг друга и не создают рыбьи аварии и пробки. Кстати, о пробках. В одном из последних номеров моего любимого огонька прочитал весьма любопытную статью. Она так и называется – пробка. Дмитрий Назаров пишет, что 20 лет назад, здесь, в Сингапуре, были такие мёртвые пробки, какие не снились ни Москве, ни Парижу. Два года назад они исчезли. Чудо? Да нет, просто город перешёл на компьютерное управление городским движением. В общественном транспорте установлены телевизоры, кондиционеры, мягкие кресла. Пошлина на иномарку – 300%. То есть обычный Volkswagen Passat обходится сингапурцу, как 600-й Mercedes – 100 тысяч долларов. Но боюсь, что мы только это и сможем перенять в качестве опыта, по нашей российской традиции. Santa City – комплекс зданий, похожий на пять пальцев левой руки. Внутри, как на ладони, находится фонтан богатства. Это огромный фонтан из бронза, в котором вода бежит внутрь. Он был занесён в Книгу рекордов Гиннесса, как самый большой фонтан в мире. Шесть богатых сингапурцев скинулись по миллиону и подарили городу это чудо. Люди, живущие по законам Фэн-Шуй, верят, что если обойти фонтан три раза, против часовой стрелки и прикоснуться к воде, тебе придёт богатство. А рядом – Raffles Hotel. Это самый старый и самый респектабельный отель в городе. Это историческое место. В конце XIX века в Сингапур приехали три брата Саркиз – армяне по национальности. Эта армянская семья внесла свой вклад в историю Сингапура. Кроме строительства Raffles Hotel, ставшего отелем номер один, они оставили сингапурцам газету, которая выходит и по сей день. А кроме того, национальный цветок Сингапура – орхидея. Её нашла в своём саду армянка Мисс Ванда. Знаменитый коктейль «Сингапур и Слинг», который предлагают в баре отеля. Рецепт коктейля – ноу-хау этого бара. А ещё этот бар знаменит тем, что это единственное место в Сингапуре, где можно сорить. Здесь разрешено бросать на пол скорлупу от орешков, поэтому пол покрыт ореховой скорлупой толстым слоем. На набережной самой тусовочной части ночного Сингапура звучит запрещенная песня «Секс-бомб». Я вам уже говорил, что Сингапур – весьма паританский город. По телевидению не идут фильмы, в которых есть насилие, эротика. Сигареты продаются только в барах, алкоголь очень дорог, жевательная резинка относится к контрабанде, а за провоз или торговлю наркотиков – смертный казнь, без апелляции. Ночная жизнь Сингапура – это рестораны, дискотеки, бары и многочисленные закусочные. Причём готовят в них очень вкусно. Всё это, несмотря на приготовление на улице, весьма чисто и очень даже съедобно и недорого. Не есть с чем сравнивать. И в том же самом Сингапуре мы были и в весьма чопорных ресторанах с изысканной кухней. Но вот в этих закусочных мне понравилось больше всего. Особенно там, где на японский манер ты сам отбираешь продукты и сам их готовишь. То есть сам процесс уже увлекательный. Кстати, для тех, кто решит остаться в этом раю, туристическая виза даётся на две недели. А вот если вы готовы вложить в экономику Сингапура 1 миллион сингапурских долларов, то есть 500 тысяч наших американских, он с радостью примет вас. Можно выйти замуж или жениться на местном жителе. Но в течение двух лет за каждым вашим шагом будут следить специальные службы. Не фиктивный ли ваш брак? Будут стоять со свечкой, потому что Сингапур маленький, а желающих много. Спокойствие и безопасность нам обеспечивает наш спонсор страховая группа «Спасские ворота». Из Сингапура мы отправились в другую сказку – на остров Бали. Это совершенно иной мир. Но если что-то и объединяет балийцев и сингапурцев, то это спокойствие, доброжелательность и абсолютное отсутствие криминала. Даже этих трех вещей уже достаточно, чтобы почувствовать себя, как в раю. Как приезжие не все понимают в жизни островитян, многое просто не подается нашей логике. Так и балийцы не все осознают в нашем существовании. Они, например, не понимают, зачем надо куда-то ездить. Вот взять их родной Бали. Здесь все так устроено, что лучше и быть не может. Море теплое, в нем много рыбы, вокруг все цветет, полно фруктов, растущих сами по себе, без человеческого участия. Но вот рис только надо выращивать. Это труд, но необходимый. По моим дилетантским наблюдениям, половина населения здесь занимается выращиванием риса. А другая – изготовлением религиозной атрибутики – жертвенников, идолов, масок, бытовой утвари и гостиничной. Последняя отрасль народного хозяйства с каждым годом заметно растет. Куда-то с сожалением, ах, ах, как жаль, что уходит самобытная и первозданная культура, и быть в Бали бессмысленно. Да, понемногу уходит. Раньше, до появления туристов на Бали, островитяне танцевали только для себя. Теперь и для туристов. Раньше маски делались только для мистических представлений. Теперь и для продажи. И так во многом. Это естественный процесс. Поразительно другое. При нарастающем с каждым годом потоке туристов, носящих свои коррективы, быть островитян, тем не менее, поразительно, что при такой иноземной экспансии, Балийцы все-таки сохраняют свои традиции и верования. Балийцы верят в свое космическое происхождение. Может быть, поэтому они так добры и деликатны по отношению к нам, землянам. В глубине души они даже снисходительны к туристам. И дело тут не только в верованиях. Согласно балийской теории, в возникновении раз, создатель сначала вылепил фигурки людей из глины, а потом обжигал их в печи. Первая партия вышла необожженной, белой. От них и пошли все белые люди. Вторая партия получилась совсем черной. От них пошли все черные народы. И только с третьего захода люди вышли, что надо, золотистыми. От них вот и пошли болейцы. И хотя болейцы живут в хижинах, а европейцы в шикарных отелях, островитяне считают, что им-то все равно повезло больше. А теперь о туристах. Выбор формы отдыха определяет и место поселения. Если посмотреть на карту, то слева внизу находится Кута – главное тусовочное место, где останавливаются искатели приключений и любители серфинга, поскольку здесь всегда высокие волны. А внизу – Нуса-Дуа – пятизвездное пристанище для тех, кто выбирает спокойное море, тихий отдых и прочие пляжные радости. На болей день и ночь делят сутки ровно пополам. Солнце садится ровно в шесть и восходит в шесть. Зимой и летом. И так круглый год. Болейские отели похожи на дворцы восточных князей и считаются лучшими в Юго-Восточной Азии. Здесь все дышит негой и красотой. Молодожены из Европы и Америки приезжают сюда проводить медовый месяц, поэтому многие отели имеют специальные номера для новобрачных, с кроватями невероятных размеров. А отмечающих серебряную свадьбу или последующие, то есть ветеранов брака, поселяют в номера с зеркальными потолками. Полагаю, что вид задницы партнера, видимо, обостряет притупившуюся чувственность. Надо заметить, что болицы строят свои жилища так, чтобы кровать находилась изголовьем в противоположной стороне от вулкана. Но европейцы в отелях ставят кровати по собственному усмотрению. Ну что тут скажешь? Тикари. Моя коллега Наташа Барбе, когда оказалась на Бали, очень точно потом все описала в своих заметках под названием «Сладкая душевная болезнь». Ну тут простейший каламбур. Бали заболеваешь. Заражаешься как хорошим настроением. Бацилла Бали, нет, все-таки привычнее Бали, раз попала в кровь, то не исчезнет. Острый момент счастливой отрешенности и физически ощущаемого медлительного течения времени. Индонезия состоит из 17 тысяч островов. Бали особенная. То ли и вправду полюбили его боги, то ли он стоит на самом-самом пересечении каких-то важных энергетических линий мира. Но он ласков, приветлив и ненавязчив. Если вы ждете замусленного слова «экзотика», то ошибетесь. Экзотика – это что-то резкое, непривычное, царапающее, задействие. А Бали – само естество. На Бали не приезжают. На Бали возвращаются. Сюда надо приезжать, чтобы прийти в гармонию с собой. Это, знаете ли, особая культура. Трансовая. Второго такого места нет. Вот и представители «Мерседеса», приехавшие на производственный симпозиум, тоже согласны с этим. Если бы работники АЗАЛК или Волжского автозавода приезжали бы на Бали проводить производственные совещания, то наши москвичи и «Жигули», да даже АК, ценились бы выше, чем «Мерседесы». Ну, как ты сказал, а? А после обсуждений, как довести до ума автоматическую коробку передач на «Жигуленке», тольяттинцы бы отправлялись в СПА – лечебно-оздоровительный комплекс, который есть при каждом отеле. И тогда бы они сами и их автомобили выглядели бы такими же помолодевшими и здоровыми, как вот эта девушка, приехавшая из Японии. Несколько сеансов омолаживает на несколько десятков лет. Такой она была до начала процесса. Нет, все-таки Бали – удивительное место. Здесь у кого угодно голова пойдет кругом, и дух захватывает от этого энергетического перекрестка. И турист это чувствует в первый же день. Информация для туристов. Это «Аквапэк» – герметичный водонепроницаемый кошелек для хранения пластиковых карточек. Его получат в подарок первые 10 тысяч клиентов, открывшие в Альфа-банке до 30 июня пластиковые карты «Виза-классик» или «Мастер-карт-масс». При поездке на морские курорты вещь абсолютно незаменимая. За герметичность отвечаю. И о погоде. По сведениям гидрометцентра, постоянная, она же средняя температура на Бали – 30-32 градуса. Высокий сезон для туризма – с апреля по сентябрь. Он считается сухим. Но наши туристы в основном ездят зимой. Дождей больше, но 30 градусов воздуха и 28 воды им гарантированы. Бали – это всего лишь 180 километров по диагонали. Три часа езды. Ну, казалось бы, крошка остров. Но это огромный и бесконечный мир. Вот уже в четвертый раз я здесь. А не устаю восхищаться и открывать для себя, надеюсь, и для вас, все новое и новые стороны жизни этого края. Искренне радуюсь и одновременно завидую тем, кто сможет по нашему совету приехать на Бали. Душой и телом почувствовать все очарование этих мест. Поверьте мне, вы никогда не пожалеете об этом. А если такой возможности нет, то разделите со мной радость открытия этого мира под названием Бали в следующую нашу встречу. Итак, нам предстоит большое путешествие по маленькому острову. Мы устроим джип-сафари по окрестностям. Познакомимся с местным лесным народцем. Увидим знаменитый танец, ритуал под названием Кетчак, который танцует в деревнях, чтобы отогнать болезни и беды. Познакомимся с балийским батиком, древним балийским ремеслом. Побываем в парке диковинных птиц, очень редких и экзотических. Станем свидетелями красочной храмовой церемонии. Отправимся на партненьке в плавание к необитаемым островам, где встретимся с настоящими драконами, живущими на острове Комода и Ринче. Ради этого стоит проснуться или оторваться на 15 минут от редиски на огороде, верно? Так что до встречи пока. Ваш заболевший ДК. 737-07-93, компания «Путевые советы». Она организует ваши путешествия в Сингапур и на Бали и станет персональным гидом по всему миру. Путешествуйте вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова